всем привет мы вновь в сезонах в парке это ивент огонек и у нас гостях вы сейчас догадаетесь кто когда я покажу бутылочку просека и открою прямо в кадре анечка привет привет сейчас мы сделаем мы мы так договаривались алкоголь вреден для вашего здоровья мы это все подпишем держи бокал так если по подержишь мой туму я не пью уже два месяца но ради они я сделал глыточку так профессионально открывать хорошо так мечтал всегда сделать в камеру попасть анечка привет поздоровайся в свою камеру с нашими подписчицами и подписчиками это мне мы поднимаем бокал за победу они в премии премии wedding awards северо-запад лучший свадебный кадр я постараюсь не задавать каких-то вопросов стандартных но я думаю без этого не получится потому что нашим зрителям интересно узнать поподробнее про тебя с чего все начиналось когда ты взяла первых аппарат в руки какой он был и так давай быстренько проект поэтому пробежимся может и хочется поговорить просто про тебя про твои видения можно начать с того что ты короче да ну нам уже нам уже ближе к тому вот как 40 начала учить начала учиться расскажи про это ты пошла учиться в академии штиглица да 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 потому что для меня это был такой знаешь мечта храм искусства у уже есть два высших образования какие психологических а оба психологических аналитик другой психолог сексолог у меня даже было 10 частной практики свой центр он до сих пор кстати работает прям за стопманом ты его кому-то продавали или как большему же подарила один из моих психологов был первый которому вообще когда выходил я шесть раз был в браке и всегда вот как только не попадается ну я там пять лет там уже пятый брак у меня там третий брак на кого-то пошла учиться академический рисунок что писать ну честно говоря у меня немножко не оправдались ожидания и сейчас почему не хожу туда ну потому что мне казалось что это будет знаешь что такое великое наполненное большими смыслами и вообще вот прям знаешь вот хотелось и я тогда пришла и наверное может быть просто группа не то преподаватель не тот или подождать нужно было стыке только за кисточку какую страну и ее тыкать краски но на самом деле можно разной стороной тыкать палочкой тоже можно рисовать но в общем меня не зацепило я немножко походила чуть не пошло да не пошло и мне сейчас вот в общем паузы я взяла академический отпуск уехала на шерланг хорошо это так можно сделать и пока пока не знаю то есть у меня это вопрос пока что на паузе а ты давно начала рисовать суши но я не могу сказать что пропишу скорее так для себя какие-то картины для интерьера дома на даче но это мы наблюдаем когда ты что-то если в какой-то день они ничего не прибивает не красит не чистит не отмывает какой-нибудь старые кресло что-нибудь это странный день но я для себя просто этим занимать ну что мне нравится и это психотерапия а ты не думала насчет того чтобы какое-то свое такое ну не знаю открыть не открыть это вот это слово открыть до открыть надо что-то открыть и что-то пришли люди я открыла я приглашаю на открытие может быть кто-то бы приносил какие-то вещи вот я из этого сделаю вот это или это просто чисто дело в том что мне потом очень жалко отдавать да у него была такая идея что может как покупать какую-нибудь там старину мебелью реставрировать ну как ее отдам но это уже твои да деньги как бы это не очень интересным там же это же не за миллион продаешь не там за сколько реставрация вообще-то очень дорогая история это прикольно интересная история но мне нравится наполнять этим дом дома друзей а как в твою жизнь пришла как твою жизнь пришла я даже вот так всю жизнь пришла фотография меня нашла сама не было ну я с детства снимала на пленку у меня бабушка занималась фотографией вот та самая бабушка которая тусуется так расскажи парков она занялся фотография любительские не там были всякие аппараты для того чтобы зенит и да проявлять там вот это все реагенты все осталось да это мне все по наследству переделось ты умеешь делать да да проявлять да да и я просто я у меня история у меня этим занимался отчим какое-то время и я прямо помню этот цвет цвет вот этот красный цвет в туалете микрокомнатка какая-то где он проявлял но это круто интересно я стала увлекаться этим наверное еще в школе потом это у меня как-то все отошло на задний план какой-то вот потом я стала психологом достаточно известным и занималась этим а почему ты перестал заниматься психологией а вот сейчас расскажу да это как бы взаимосвязано все одно с другим получилось в общем у меня был центр и у меня была мечта что я хоть тогда еще появились первые такие какие-то цифровые фотики ну вот эти вот зеркальные и я хотела очень такую камеру и один раз на день рождения мне ребята скинулись и подарили друзья мои мой первый фотоаппарат какой-то такой самый простой и я подумал что у меня же есть короче теперь фотоаппарат и у меня есть специалисты в центре мне 20 человек в штате вот я думаю что на сайте кто на фоне ковра кто на фоне шашлыков кто еще как-то сниму я всем портрет и сниму я такой портрет типа психологический портрет чтобы вот ты посмотрел на человека и он отражал человека чтобы понять хочешь например ты к этому специалисту или нет овен натальная фотография как те такой проект вот и очень я сняла людям эти фотки некоторые кстати даже до сих пор на сайте и отдала и мне стали ну просто давай естественно люди там еще это был в контакте тогда там выложили какие-то фотографии вконтакте себя как он будет это было 2009 я хорошо помню то что с 10 я стала снимать и в общем получилось так что мне стали писать запросы можно ли прийти к вам на фотосъемку я грудь да я как бы не фотограф а у меня там в общем было такое помещение еще для индивидуальных работы кабинета еще зал для групповой терапии я оборудовала там себе такую мобильную фотостудию которые все я убрал в кладовку всякие осветительные приборы и когда мне нужно там доставала и в общем люди стали ходить потом когда узнали что место фотостудия мне стали нести всякий ненужный хлам типа реквизит знаешь вот эти большие грязные пыльные медведи такие мягкие выдаёте в дар вот и когда это перестало все добро влезать кладовку я открылся фотостудию этажом выше была у нее такая история вот все там тоже своими руками сделала задекорировала тогда было модно знаешь не так что там лофт и ничего нет а так вот у тебя два метра библиотека два метра романтическое кафе и так далее в общем я там париж у меня у меня была деревня и когда первый человек пришел сел на сено одел лапти взял гусли одел соломиную шляпу я просто была в восторге понимаешь ну типа вау когда второй человек пришел также сел на сено взял гусли одел шляпу одел лапти и я думаю что-то странно когда третий человек ко мне пришел так я подумал что какая-то херня ну как бы клепать а что там еще сделаешь на двух метрах понимаешь когда есть гусли лапти и сено и шляпа и я продала ее сразу же как готовый бизнес владельца фотостудия до полтора месяца вот и все этот момент я поняла что мне очень тесно фотостудии что хочу снимать по всему миру это у меня фотик был короче три месяца не это круто мне подарили камеру буквально через неделю я сняла специалистов потом я стала ко мне стали приходить люди потом не открыла студии потом им продала и потом в общем уже следующий это было все весной с этим бизнесом замутки и летом я уже снимался первую свадьбу в италии санторини как получилось ты первой свадьбы минута ну в общем почему-то я подумала что поскольку мне тесно в студии наверное не будет и в питере тесно и что хочу снимать вот так по всему миру знаешь вот самолетах романтическая история была и как это получилось все спрашивают как вы вышли на международный рынок сейчас вам расскажу а вот короче мне подруга и ей нужно было съездить в отпуск муж у нее там не выездной поехали со мной я говорю поехали у нее недавно была свадьба игры только ты возьми свои с собой свадебное платье я тебя поснимаю ехали мы тогда в турцию вот и я еще купила какое-то платье одно и ходила знаешь там выискивал ребят которых можно поснимать типа парочку но этот без мужа поехала вот и короче я там поснимал эту съемку и мне так было стыдно писать что это турция им сам средиземное море и потом еще в мае был мастер-класс на санторини рустама хаджибаева один из метров скажем так московских фотографии и почему-то не особо собралась у него группа нас там было всего три человека тогда уже были мастер-класс да 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 были мастер-классы было у него три человека и получается что двое остальных вообще не выложили фотки которые мы там снимали три дня и у меня получилось просто эксклюзивное практически портфолио санторини да и в общем все следующие осень я снимал санторини потому что у меня в общем фотография ко мне пришла сама и когда я поняла что меня это так увлекает вообще психология очень такая тяжелая работа не приходит там не со счастьем приходится все к чернухой как бы да там вряд ли придет здорово давайте найдем что так прет давайте поговорим об этом такого нет ну то есть там потерю да все вот прямо все самое и ты варишься в таком ну как бы негативе и получается что когда я стала заниматься фотографией я поняла что это абсолютно диаметрально противоположные вещи что это такой контраст и что это так круто что ты присутствуешь вообще там в лучшем дне человека летаешь на воздушных шарах и счетом лучше одно человек ну и все и я вот для себя поняла что когда мне стало не хватать времени на то что мне нравится больше я отказался от консультирования папа мне тогда сказал ты чё с ума сошла я сразу вспоминаю что у психологов у них есть свой психолог да которым да да нужно чтобы получить доступ к частной практике нужно было на тот момент как минимум сто пятьдесят часов своего анализа 50 часов супервизия это когда ты ходишь с случаями клиентов к другому более специалисту он тебе говорит там здесь так здесь не так понятно фотография нашла тебя сама и вот так сложились круто обстоятельства что ты сразу такая все я там графе в европе но тогда это было очень просто да просто в шапке профиля вконтакте пишешь беру за ёлки 2010 год открытый вариант даже тогда даже достаточно со средним доходом люди могли позволить себе поехать в европу и там отметить свадьбу не было не было каким-то там безумным шиком даже тогда я я помню что мы ездили с серёгой в то в то время куда-то в германию там могли два или три раза в год приехать в германию и для русских ребят провести свадьбу это было такое ну типа а потому что дешевле было провести специалистов чем играть с местных да бывало что они там прям жили то есть русские живут там там большая достаточно сообщество русских это было прикольно хорошо слушай можем перескочить чуть-чуть вперед ты рассказала про то что ты училась иногда проводят мастер-классы в москве и даже что-то снимает уже наверно не так много как раньше это был тот год когда давали мастер-классы все и мне очень повезло потому что я сходила на 20 мастер-классов франтовой с лёшин сочи мы кстати у него на мастер-классе он уже тогда мастер-класса в общем я решила так что да я пойду посмотрю на всех ребят прокачала скиллы как как следует да ты посетила примерно 20 мастер-класс и ты помнишь вообще ты наверно как губка там впитывал до всю информацию да и что же толчок на самом деле самое важное что это да вынесла что оказывается свадьбе можно снимать неумедного всадник на самом деле не снимала ни разу у медного но когда я пришла и сказали знаете можно по-другому мне это нравится тогда уже были франтово да это же видео когда увидел прикольный персонаж мы вообще брали в номере гостиницы ты не писаешь как мы сидели там там типа расстояние таких ее муж где-то на кровать артем тоже снимал с кровать но я в принципе стараюсь звать к себе тех людей которые приятны ну то есть но всех кто с кем хочется поговорить и так что так вот этот известный я теперь очень известный лауреатка бейдинг эвордс бейдинг эвордс жюри топ-стоп что нет нет Russian photo awards кадр года что там еще придумают еще много каких премий придумают и так далее вот давай поговорим про премии но немножко ты же все равно я не хочу это как-то сформулировать правильно чтобы это было никому там не обидно там не все начнут сдувать ты же понимаешь что все равно это все для большей степени это для клиента или это для тебя или это для индустрии для чего вообще людям нужны такие премии и какие договорю вопросов он достаточно такой объемный и нужно ли прямо вот супер серьезно воспринимать эти премии или можно к ним относиться как к никому шоу к никому спектаклю в котором которому привлечен но какое-то внимание слушай я очень долго нигде не участвовала потому что у меня было такое ощущение что у меня и так есть мой клиент фотограф у меня забито лето зачем мне это все забито летов и наверное в прошлом году я вот первый раз решила поучаствовать и ты знаешь меня немного это как бы втянуло подсаживаешься на эту историю здесь есть очень большой плюс в том что когда ты все готовишь свою заявку когда ты готовишь свое портфолио у тебя есть определенный дедлайн когда ты должен это сделать и ты начинаешь много анализировать смотреть что надо что делают другие что в трендах и получается что так можно быть я бы это не делала никогда серии новые на сайт выкладывать не буду прошлогодние тоже ок вот и ты там прокачиваешься внутри пока ты все это готовишь то есть но для меня это прям было таким хорошим level up то есть ты просто смотришь на себя глазами других людей перед тем как они посмотрят на тебя да и что-то переосмысливаешь переоцениваешь что-то делаешь по-другому я например в этом году технику из-за этого поменяла что я поняла что да это дает красивую картинку там то на что я снимала ну например мне не хватает мне хотелось поэтому но для меня наверное вот это важно скорее всего клиенты вообще не понимают как бы что это они мне после последнего вручения что они тоже там что-то получала в этом году что это становится можно да да вот то есть они просто такие регалии какие-то не будет ли это клиент от этого более требовательным ну не уведет ли это тип от какой-то естественности но в плане того что клиент уже важно не при ну там количество каких-то наград а ему нужно нужно ты человек который я-то не меняю наверное больше наоборот повышается уровень доверия что я какой-то такой авторитетное лицо признанное признанное что я там еще где-то в жюри что я где-то что-то получаю вот и наоборот проще ну то есть ты говоришь это говоришь нужно вот так все и с тобой не спорят они такие а если спорят просто достаешь ссылку начинаешь выставлять свои награды это навстречу всегда навстречу теперь пакетик как у храма на самом деле даже стресс сейчас мало потому что я активно показываю в инстаграме что я как я живу чем я занимаюсь что я снимаю и чаще люди приходят говорят мы просто вот уже хотим это на самом деле тебе ну для фотографа мне кажется это очень важно чтобы люди писали сразу что мы готовы потому что ну словно ведущий нет я не про это говорю про время затраченное на одну словно свадьбу наберем я каждое утро просыпаюсь и благодарю бога я не верю но благодарю вселенную то что я не видеограф почему не фотограф потому что я не представляю вот эту титаническую безумную работу после мероприятия потому что ведущий он такой веселый классный там блин у меня было две встречи с молодоженом бедняга попил кофе поболтал языком а фото и видео это же это же 90 процентов работы 10 мне так кажется 10 процентов 50 40 процентов на работа там физическая именно стоять ходить за парой взаимодействовать какие-то люди прикольные какие-то люди прикольные но прикольные оказались например и что-то закрасить это плюс какие-то могут правки быть что-то понравилось ждать очень редко бывает правки но вот по видео наверное это сложнее по фото у меня просто написано договоре что они знакомились что это мой авторский взгляд ну все супер а почему его лица не видно это мой авторский взгляд а некоторые даже говорят а мы хотим побольше каких-то таких я не очень поэтому я про это я про это говорю что круто что ты экономишь здесь свое время у тебя больше на жизнь остается времени да но при всем при этом я например по какой-то визуальной составляющей все равно участвую то есть я не участвую в том чтобы продать себя не это не нужно потому что чаще всего люди которые приходят они действительно хотят чтобы я снимала нет никакого кастинга они просто радуются что их например дата свободны на платьями такое что даже переносят свадьбу на свободную дату это ничего что я не то что же звездилась нет 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 тоже иногда переносит но если например нужно какая-то консультация там да я и до свадьбы мы вчера например ходили с невестами выбирали платье ну потому что мне прикольно интересно в этом тоже иногда поучаствовать это не всегда я делаю нет помимо выдачи помимо фотографии помимо обучения различных ты даже до сих пор ходишь обучение или ты сама делаешь какие-то мастер-класс у меня был этап когда люди стали спрашивать они как ты это делаешь наверное это началось где-то году 14 15 я стала давать мастер-классы сначала в питере потом по европе у меня даже были там регулярные мастер-классы в Таллине такие ежегодные в Италии вот эти долгие таллинские мастер-классы и ну а я не умею короче пиздеть не умею и я я люблю учить у меня это хорошо получается и я короче наплодила себе кучу конкурентов которые знаешь иногда так листаешься и в какой-то момент я перестала учить сама сейчас я не преподаю уже это именно из-за того что ты боишься что появишься в подражателе которые то есть когда ты рассказываешь все досконально ну то есть это в принципе да любая фотография понятно что она отражает тебя но это еще набор каких-то определенных приемов которые оптика свет обработка взаимодействие с моделью позин то что ты используешь там у себя ты работаешь вот и если всему это это все хорошо преподать и впитать да то в принципе можно это все потом хорошо использовать вот сейчас я гораздо больше думаю там про какие-то глумидные смыслы например на него что может стоять за фотографии чем просто за форму вот но и в том числе форму перестала рассказывать людям как я это делаю пусть будет секрет пусть будет немножко эксклюзива ты знаешь ну я да я в этом году тоже ходила к Паше между прочим в Москву или в Питер? в Питер да мне подарили за день рождения такой подарок чертовски хороший подарок нет 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 я пришла к нему хорошо ты знаешь Дениса Парсенова да вот и у него в принципе сейчас ну очень много всяческих мастер-классов и все равно даже вот те кто подражатели не знаю вот у него как-то удается это сделать ну чтобы так снять нужно быть Денисом конечно да вот я знаю несколько человек которые ну прям вот прям вот пытаются сделать так же но я смотрю ну типа все равно не то то есть все равно может что-то недорассказывает все равно конечно в любое в любом стиле да это отражение фотографа это отражение там его насмотренности его какого-то личного опыта его стиля и так далее поэтому прям скопировать сложно то есть это будет алиэкспресс такой макарос алиэкспресс но тем не менее в общем мне перестало быть это интересно ну ты короче не как современным языком и психологическим нет у тебя на это ресурсы и желания нет у меня есть ресурс просто мне не хочется ну желание нет желания нет желания все не занимайся я тебе разрешаю все мы разрешаем все спасибо большое уважаемые подписчики если вы разрешаете если вы хотели у меня поучиться в общем извините да аня может вас получить но это стоит сейчас как говорят 200 200 тысяч сейчас говорят да не 100 стоит 100 всего 100 кстати 4 часа по этим но запись только на 2025 без проблем еще они есть супер услуга она бесплатная может вас фотографировать и потом не отдаст на фотографии да 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 это эксклюзивная услуга только для тебя я без всяких вообще да 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 это прикольно но зато я запомнил этот день это эксклюзивная это же была психотерапия да я пришел в свитере в каком-то помятый весь слава богу что никто не видит этих фотографий расскажи про еще одну сторону свою ты очень классно тусуешься да да ты любишь эту историю ты собираешь вокруг себя людей когда это летние какие-то летние прерывы между свадьбами это твоя дача знаменитая когда это осенние весенние зимние периоды это какие-то тусовки ивентарские и прочее ты всегда в центре внимания ты кайфуешь от этого конечно в большей степени но при этом ты наверняка понимаешь что это тоже важный важный момент мы с тобой об этом разговаривали да что нужно быть все равно внутри тусовки ну конечно чтобы тебя знали как человека бывали такие моменты когда ты такая сегодня опять тусить да я про это не становится ли в какой-то момент это неким некой частью работы и ты такая блин что-то вот я устала надо сделать перерыв или там еще чуть-чуть в тусовках слушай здесь две стороны во-первых мне действительно нравится моя такая богемная жизнь ну понятно да она мне очень органична я действительно кайфую от этого мне нравится наряжаться странно возможно иногда мне нравится вот этот весь движ который происходит вот наверное если воспринимать это так что о я сегодня там иду и мне нужно там со всеми пообщаться там вот так наверное это как бы тяжеловато но если ты просто приходишь у нас же все равно там мы все друг друга уже знаем да просто увидеться с друзьями потусить иногда бывает такое что приходит какое-то мероприятие и ты такой думаешь господи я бы на кровати лучше полежала ну и я не хожу тогда ну то есть я могу не пойти но я могу сказать что конечно это влияет на личный бренд очень сильно ну то есть тебя видят люди особенно если ты как-то там выделяешься например да они обращают на тебя внимание правда многих это отпугивает вот в моем случае например я недавно поняла узнала опять же пообщавшись там на очередном открытии очередной площадке что я произвожу впечатление такой знаешь высокомерный очень такой требовательный в общем наверное такой знаешь типа все мне только вот красивых невест давайте и лакшери свадьбы или вообще не пишите мне и я удивилась потому что мне кажется я вроде такая веселая ну как бы простая наверное у тебя бывает такое я просто у меня были ситуации вообще рабочая ли это схема да ну по честному когда вот свадьбы ты понимаешь ну я отсюда даже не выложу сторис ну типа такого ну конечно да бывает у меня тоже такое бывает да ну я просто супер блин я сказала что почему про меня так думают ну на самом деле так и есть я требовательна ну то есть у меня например может быть такое что все классно но там не знаю не очень меня откликается платье невесты например или у меня уже такое было два раза я могу не показать ну либо какая-то просто вот ну это твое право в любом случае да 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 нет у меня тоже есть такие свадьбы где я не очень понимаю почему я там нахожусь ну типа что я тут делаю ну это возможно ты понимаешь только в день мероприятия да конечно да ты приходишь и такой думаешь ой ну эти шорты я не ожидал увидеть например ну как ни странно такие клиенты они очень богатарны ну то есть ты делаешь хороший результат да ну как бы хороший средний результат который ты можешь сделать там в тех слоях которые есть и они вообще в восторге ну то есть это лучшие фотографии в жизни это лучший день это вот просто ты звезда и они потом вот почему-то у меня такое даже было что именно те свадьбы с которой ты не ожидаешь что клиент как бы останется с тобой потом дальше да они потом еще приходят они все время пишут они отправляют какие-то еще съемки там для себя просят и так далее а не было такого что почему вы не выложили нас да было 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 что ты говоришь и я вообще мало выкладываю я за прошлый год выложила наверное три или четыре свадьбы а сняла пятьдесят там с чем то поэтому я ну и говорю ребятам не успела еще я к тому что человек имеет право вообще как угодно вести свои социальные сети да да потому что это его страница и предъявы типа ну почему вы нас не выложили в договоре не прописано что я там ну и что я всех выкладываю должна обязательно одну сториз с вашей свадьбой выложить я вообще на самом деле очень мало выкладываю особенно в сезон именно работы потому что мне кажется ну на меня огромное количество ивенчиков подписано и всех реально уже тошнит давай будем вот я на утро вот у нас такой букет вот у нас такая классная невеста мы у Исаки посмотрите у нас ведущий зажег огонь ну то есть и поэтому я когда наступает сезон я в принципе практически я работаю много но я очень мало это показываю почему все думают что там я на даче что-то там шкурю копаю сажаю и так далее это я показываю потому что ну людям как-то наверное может поинтересней потому что свадьбы особенно как бы для коллег видеть ну так себе да я согласен с тобой согласен просто так же я свой веду инстаграм абсолютно только вот что хочу я выложить то я выкладываю поэтому многие и смотрят я даже так просмотрю кто смотрит такой блин почему они смотрят ну ты прикольный спасибо ну мне вот такое ведение социальных сетей нравится ну у вас ну у фотографов в принципе немножечко другая история в плане именно контента который в ленте ну вот у меня лента как бы можно посмотреть что я снимаю и то я на самом деле просто себя сейчас взяла в руки и там не знаю выложила 20 фоток с прошлого года а до этого как бы тоже не постил особо а сториз смотрю что хочу даже могу рассказать расскажи значит мне нужно от тебя три каких-нибудь факапа со свадеб потому что это очень важный вопрос от нашего уважаемого видеографа Андрея Андрея Хромова слушай ну наверное такой первый самый у меня есть такие факапы которые нельзя рассказывать потому что не дай бог это кто-то услышит из тех кто там был я расскажу очень это была свадьба фсбшников в Италии которые думали что у них будет накрыта русская поляна а там была итальянская подача подавали сначала закуски да потом то сё вино наливали ничего на столе не стояло и в общем в какой-то момент они решили что праздник не понравился сдали пушки стали стрелять в официантов бросать их в бассейн это было очень страшно да мне слабому ничего не сделали это вот как бы такое это то что я не хотела говорить но это очень образно никто же не поймет что это покажем что покажем фотки фотки да выстрелов фотки да это вот такой прям реально факап потому что ты не понимаешь что вообще такое может быть ну как бы что настолько серьезно и настолько страшно как бы может быть блин на работе вот остальные факап они достаточно смешные один раз у меня у невесты был заказан фальш торт и официант был предупрежден что первый торт роняем и в общем этот фальш торт задержался не приехал да и официанта есть инструкция почему-то ему не передали и он вывозит торт и роняет его и торт падает и разлетается просто как бы по полу гости в шоке невеста в шоке все в шоке она начинает рыдать а я говорю а что ты даже хотел удивить гостей круто не и удивились да вот такая была история потом там слизывали с пола дети тоже было прикольно а третий факап что вы лица звала был еще какой-то ну не страшно если вспомнишь скажешь можешь вспомнить какую-нибудь свадьбу или какую-нибудь серию фотографий которые ты прям гордишься и когда ты поняла вот сколько ты уже работаешь вот какой съемкой ты гордишься вот ты поняла что вот я вышла вот куда-то туда где мне прям нравится то что я делаю да так что это нет это нет ничего тут прямо не нравится слушай но это наверное та серия которая вот на топ 100 подала в этом году ну покажем ну в кадре по-другому в общем не в поле про цветочки да ну круто когда есть такой клиент который к этому готов и который понимает это не на уровне того что вот так надо на уровне каких-то внутренних ощущений и мне кажется про пару это не то что не значит что знаешь когда ко мне приходят молодожены я им сразу заявляю ребятам мне вообще до вас все равно вы точно такие же для меня гости потому что я же с ними нахожусь именно на ужине вы для меня точно такие же гости с правом выбора как и все остальные потому что я не никогда не веду свадьбу в сторону вот туда сюда тут тогда в читаю из 26 т Т у not что-то такое внутри что-то произошло про них это вот и вот эту историю что это про них и как-то донести на них что это про них это наверное года и года нужно пройти что условно людей которые видят это как стереотип превратилась в то что а можно и вот так не делать можно вот это ну как как а вот это надо же короче там от нас дорогие спицы спицы эти листы мы можем это поменять можем мы можем это поменять но вы должны были готовы что многие все равно скажут ну куда мне кажется чтобы это поменял своих клиентов должно что-то поменяться в тебе самом ну наверно для начала вот когда у тебя это щелкает тогда и клиент я понял то есть например моя фотография сейчас очень для многих непонятно мне пришлось это наград мне прямо лицо объяснение писать почему кадр выиграл да что и таки а его же кадр что-то что выиграл за кадр и кори ну вот кадр будешь просто фотка с церемонии я такая а почему говорит он мог убедить и я такая думаю желание пишу пост как-то надо говорить мне пришлось написать пост что на самом деле внутри как бы до этого кадра с точки зрения композиции фотографии света всего-всего-всего каких-то ритмов смыслов и так далее что может влиять на зрителя неосознанно почему этот кадр может нравится это как сразу я вспоминаю плане фотографии да это все равно ну какая-то все равно магия должна происходить на то есть вот конкретно в этом кадре там магия произошла из-за того что вот это вот пространство необычное да то есть есть люди там люди здесь и между между ними происходит некая это же не ты так сейчас я буду делать кадр мечты так вот это я выстрою вот это так это получилось потому что это было там ты это потому что сложились вот так вот все вот вот это все сложилось и профессионализм в моменте все получилось тогда конечно да очень много зависит ну как бы от ситуации ну например будь там я условно снимаю по шаблонам церемонию да я бы встала перед гостями снимала бы ребят как они там не знаю говорят друг друг какие-то слова то есть для того чтобы заметить что есть пространство что можно отойти за гостей что здесь ритмы шляп и например там еще арка чтобы эта арка у тебя тоже попала в кадр чтобы те люди которые там были сбоку были как-то не знаю небрежно кадрированные а-ля дега да чтобы это мимолетность момента то есть ты когда снимаешь ты об этом ты это держишь в голове но ты наблюдаешь и у тебя складывается некий такой пазл что вот сейчас здесь в этой обычной ситуации можно снять так чтобы как можно больше да вот каких-то интересных штук затосферу показать да они нужного не показать самый простой пример там снимаем на улице да я я не фотошопки в принципе фотографии я либо не снимаю знаки эти пешеходные либо они у меня спрятаны просто за ребятами ну чтобы лишнего мусора в кадре не было никто никогда не подумаешь что там значок просто я вот так присядываю например да что за женихом там значок был а не где-то в кадре чтобы потом фотошопить то есть это реально огромный опыт и это все происходит при съемке то есть вот это вот пазл который складывается опыт он позволяет просто сократить время на обдумывание и принятие решений где в какой момент ты нажимаешь на кнопку как компьютер там я просто сейчас помню говорить про это же можно назвать как бы полу репортажно полупостановочным кадром потому что все равно какая-то но это был репортаж но просто ты выбираешь как-то подгоняешь атмосферу как бы что это это репортаж но при этом ты подгоняешь так что это получилось такое соединение и репортажа и постановки потому что все равно они же там любая свадьба любое вот у нас сейчас с тобой остановка остановка постановка я имею ввиду что это предлагаемые обстоятельства как ты встречаешься с парой ты сидишь в кафе или на свадьба у нас есть два человека есть гости это все равно какие-то предлагаемые обстоятельства это какая-то мизан сцена я просто вспомнил сразу как мы с ним познакомились никита мне написал он говорит кирилл хочу как-то фотографировать и изначально я такой мне же много кто так пишет типа пишут вот там я привет и такой ну давай и изначально я шел я никите не рассказывал я хочу тебя там так так в итоге вышли с парнями и мы пришли туда и я был с ощущением блин не знаю но как это получится не получится и прочее и никита такой так сейчас мы делаем вот это сейчас мы делаем вот это вот это я посмотрел вот это и такую о окей мне ну именно в постановочной съемке мне легче так работать нежели когда говорят ну подвигать собой будь собой и такой сразу зажимаюсь не знаю что делать а тут такой я когда снимался ну блин и чё получится потом пришла этот кадр круто ну типа внутри там посрались там со старшим и мелкий бегал туда-сюда у нас было там условно полчаса в итоге результат круто я к потому что бизонсцена она все равно очень решает во всем внутрь подготовка и бизонсцена это как я прихожу к режиссеру например я понимаю что он ничего не придумал задачи режиссера любого режиссера будь то режиссер шоу или режиссер там спектакли режиссер в кино он приходит и тебе говорит смотри эта сцена ты делаешь здесь вот это вот это вот это ты смотришь вот так у тебя внутри вот это кайф ты все придумал мне я у меня есть инструменты я их это сделаю а это приходишь к режиссеру и он такой и ты спрашиваешь это придумал здесь что здесь будет и блять я должен это придумать я такой ну давайте вот тут вот так вот тут вот так это не моя работа это то же самое что как приходишь к организатору ну какие идеи у тебя я могу позвать фотографу порекомендовать кого-то там площадку и прочее и сделать концептом тогда я буду организатор вообще про организатор давай поговорим я с тобой прям согласна я тоже когда я на свадьбу я миллион людей в голове что как зависимость от локаций то есть я уже знаю например где что будет происходить я могу придумать для себя как какие-то решения и потом когда в жизни наступает то что как бы складывается в тот пазл который я могла придумать заранее вот это прям очень круто ну то есть да все равно предварительная работа большая голове вообще это ужас фотограф я не знаю как ведущие вот фотограф по крайней мере я точно я постоянно думаю ну то есть и днем мне кажется и ночью я все время что-то придумываю у меня не так ощущение что у меня наверно может быть какое-то раздвоение личности потому что у меня в голове живет какой-то обычными поляр когда в голове живет какой-то знаешь такой маленький творец который которому блин вообще не сидится вот такой вот честно сбила свадьба точнее будет свадьба и я уже все придумал как оператор как я там все сделать причем что ну не влияя особо на пространство да просто у меня есть какая-то своя идея в общем если это все органично впишется а если а если вот и продумала продумала придумала а если не пишет шла там а там блин вообще тогда у тебя есть просто не целый день там или месяц чтобы придумать у тебя есть 30 секунд чтобы придумать перед тем как ты начнешь снимать сделать что да ты ты как бы ориентируешься сразу в пространстве и ты на месте у тебя возникает что-то такое тоже я даже ребятам вырослушайте а вот что мы будем снимать игры ну знаете может это как никого придет заранее я вам расскажу идея может прийти прямо на съемки и фиг знает что это будет но это что они мне доверяют в этом это очень круто сейчас есть тенденция к тому что организаторы становятся более адекватными так скажем аллилуйя есть тенденция к этому мы с Юрой об этом говорили он боится очень вообще работает с организаторами он как я передается из рук в руки так скажем да я сейчас нет людей в сарафан да есть большое количество ведущих и других специалистов которые работают только практически 90 процентов заказов это через организатор для чего сейчас на данном этапе в двадцать третьем году нужен организатор в первую очередь вот 33 главных пункта можешь 45 сколько хочешь ну наверное чтобы не расстаться до свадьбы потому что мне кажется подготовка это прям это дичь столько нужно всего учесть чтобы в общем свои нервы все переложить на человека который которого нервов на фига ну нет да он просто уже не нервничает он уже 500 раз так делал мне кажется вот это наверное первое второе все-таки ответственность за подрядчиков так или иначе все равно лежит на организаторе то есть ты выбрал там не знаю фотографа который есть шоу пока там первый танец ты за это ты сам молодец если понятно что есть организатор и так далее скорее всего позовут хотя бы мне сложно сказать потому что не очень мало свадеб без организаторов наверно как раз я из тех кто процентов 85 90 работает им уже с организатором но когда у ребят их нету и я смотрю как им звонят там у нас назови ветер арка упала что делать куда переносим зал не взял а ты в загсе сидишь ты невеста и ты должна вот это все решать как бы наверно даме вот один большой пункт не будет 4 это просто нервы нервы и чтобы наслаждаться в свой день ну да это такая самый главный момент остальное все там в плане там концепции вот это все это же привносимо да это привносил можно найти декоратора который тебе пронесет концепцию можно найти фотограф который очень счастливый тебе пронесет ведущий который рекомендует и так далее то есть ну наверное нервы и я когда когда у меня пара без организаторов такое сейчас почему-то есть тенденция к тому что есть пары которые сами сами да они вот хотят я говорю ребята вы как-то распределитесь возьмите координатора хотя обязательно это это мне кажется на 100 процентов свадебщик есть но только только в случае если там у нас все в одном доме происходит и там никто никуда не уходит и люди супер организованы и там нужно но все равно я всегда говорю что люди если кто-то не работает там организатор координатор то я это делаю ну то есть это кладется на меня соответственно фотограф до банкета на меня до банкета где мой пакет где пакет автобус ну в общем слава богу многие уже это понимают мы сейчас не будем здесь морали моралите какое-то читать поэтому кто-то понимает кто-то не понимает кто-то пытается сэкономить и только потом уже после свадьбы такой блин зря расскажи мне почему нужен видеограф на свадьбе все это говорят классика классика на самом деле как это не странно давай по-другому задам вопрос давай есть ли свадьбы на которых не нужен видеограф то есть любая свадьба я бы сказала что наверное есть свадьбы когда я начинаю глобально об этом думать в принципе мне кажется что если есть выбор взять видео или фото то наверное видео интереснее по чесноку правда хорошее видео видео тоже рознь бывает но это же очень круто посмотреть как бы какой ты был там особенно через года не знаю была твоя бабушка как она говорила как она двигалась несмотря на то что я фотограф и конечно не тоже не обесцениваю свою работу но например если выбирать брать на свадьбу фото или видео только одно я бы взяла видео как ты отдыхаешь мы с тобой пересекались на шри-ланке и там ты была без камеры часто бывают такие периоды когда ты без камеры и помогает ли тебе это перезагрузится вообще как ты перезагружаешься обязательно да я никогда не беру камеру с тобой в отпуск никогда ничего не снимаю ни для себя ни за деньги если просят я просто еду отдыхать такой большой выпуск обязательно раз в год я себе устраиваю месяц если получается побольше вот и в принципе от этого наверно семья моя страдает что я ее снимаю тоже ну то есть я когда дома на даче и тоже у нее нет никаких сведых фоток я вот один раз бабушку в саду пофоткала и такая думаю блин Аня ты же фотограф надо еще поснимать у меня сын растет и и последние фотки там не знаю двухлетней давности надо что-то снять расскажи про сына чем он увлекается и чем он занимается какие у вас с ним взаимоотношения и считаешь ли ты себя хорошей мамой понятно что я работаю тусуюсь немного времени для себя но у меня бывают такие дни когда мы с ним тусуемся вместе и он конечно охраневает от таких тусовок иногда вот я та мама которая поселила все барабачика за стенку своими собственными руками он увлекательными барабанами играет на них еще есть две крысы он в прошлом был баскетболистом джинс оставил эту спортивную карьеру сколько им лет 12 12 ну и я не супер хорошей мать мне кажется для того чтобы быть хорошей матерью нужно быть а реализованной б счастливой самой и вы именно достаточно хорошей матерью не нужно быть там супер матерью с какой-то гиперопека еще что-то нужно просто уметь найти какое-то время для него тоже да в своем в своей жизни и в этот момент быть с ним на сто процентов без телефона без встреч без друзей и так далее и дети они помнят и ценят такие моменты и как бы мне кажется что вот этого ну как бы хватает мы там с ним тоже ездим вдвоем иногда отдыхать вот тусим катаемся на сапах что-то придумываем мы стрип что-то вместе иногда просто он такой ма давай короче попьем чай и поговорим о жизни и у нас бывают все такие экзистенциальные какие-то беседы когда я могу даже поразить я никогда особо маленьким не воспринимала уже в три года оказался большим а сейчас 12 ешь такой интересный человек в общем он самостоятельный взрослый в общем гармоничных сейчас пока не успел переходный период приходный приходный я прям кайфую прям реально вообще такой о чем ты мечтаешь непрофессиональные мечты любые голову первые приходят на самом деле как это не странно я мечтаю домики белом море чтобы там было бы не вели мне где-то лет 60 а из профессиональных мечт профессиональных мечт это прям суперсложный вопрос потому что наверное прям это суперсложный вопрос ну может быть попаду я не попаду я не знаю хочется я скажу про себя мне хочется заниматься всегда тем что не приносит удовольствие что мне нравится вот но это моя такая профессиональная мечта не смысле там стать там тем-то там или стать там вот тем-то а просто всегда все делать по любви откликаете такое у меня это очень откликается и мне наверное еще откликается то чтобы в этом была я потому что то что мы создаем это так или иначе зеркало и хочется чтобы это было такое чисто искреннее зеркало всякого вот это вот то что я нельзя надо надо не надо наверное чтобы научиться то что я вкладываю чтобы люди которые смотрят работу чтобы это было тоже понятно что видимо не в курсе что же рисуйте нам 7 красных линий 3 зеленым 2 прозрачным и одни и они все должны быть параллельны а не спасибо тебе огромное что ты пришла мне было очень приятно с тобой пообщаться и зрители дорогие зрители это был ивент огонек мы болтали сани макаровой фотографом ссылочка на нее будет внизу на ее инстаграм запрещенный на территории российской федерации они пока у нас не запрещена на территории подписывайтесь на наш канал мы сидели в сезоны в парке мы рады каждому подписчику пока пока подписывайтесь на наш канал